Итак, у нас 12 человек имеется. Как только Анастасия Вячеславовна скажет, что запись пошла, я начну с заседания. Леонид Антонович, я запись не останавливала, она как бы идет. А, продолжается. Хорошо, в таком случае приступаем к следующему заседанию. Заседание диссертационного совета ПДС 0200.001, а 29 декабря 2020 года протокол номер 18. Заседание проводится в дистанционной форме. Утвержденный состав совета 15 человек, присутствует 12. Перечислить всех присутствующих. Итак, Севастьянов здесь, Самойлов здесь, Куляба здесь, Демидова здесь, Веницкий. Здесь Гайдамака. Здесь Дружинина. Здесь Ланеев. Здесь Орлов. Здесь Рыбаков. Здесь Савчин. Здесь Щетинин. Я здесь. Здесь. 12 человек. Так, Рыбаков здесь. Замечательно. В таком случае форум есть, разрешите открыть заседание. На повестке дня защита диссертации Дужина Василия Сергеевича «Эффективные компьютерные методы исследования моделей квантовой механики и статистической физики», основанных на диаграммах Юнга. Диссертация представлена на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 05-13-18. Математическое моделирование численные методы и комплексы программ. Научный руководитель, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры алгоритмической математики Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета ЛЭТИ Василиев Николай Николаевич. Нет ли возражений по повестке дня? Возражений нет. Приступаем к рассмотрению диссертации. Работа выполнена на кафедре алгоритмической математики Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета ЛЭТИ имени В.И. Ульянова Ленина. Официальные оппоненты доктор физико-математических наук Блинков, доктор физико-математических наук Малых и доктор физико-математических наук Гуселев. Слово для оглашения документов, имеющихся в деле соискателя, предоставляется ученому-секретарю совета Демидовой Анастасии Вячеславовне. Спасибо. Спасибо. Имеются ли вопросы в связи с оглашением документов? Если вопросов нет, то слово предоставляется соискателю для доклада. 20 минут, пожалуйста, Василий Сергеевич. Спасибо. Здравствуйте, уважаемые члены диссертационной комиссии. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Я бы хотел представить вам результаты моей диссертационной работы «Эффективные компьютерные методы исследования моделей флантовой механики и статистической физики, основанных на диаграммах Юнга». Прежде всего… Звук. Так, меня не слышно? Алло. Василий, звук. Слышно ли меня? Да. Сейчас слышно, да? Да. Прошу прощения, сейчас меня слышно и слайды видно тоже, да? Мне слайды не видны. Секунду. Да, слайды видны. Сейчас все в порядке, да? Да, не слышно. Здравствуйте, уважаемые члены диссертационной комиссии. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Я бы хотел представить вам результаты моей диссертационной работы «Эффективные компьютерные методы исследования моделей квантовой механики и статистической физики, основанных на диаграммах Юнга». Прежде всего, я хотел бы сказать, что диаграммы и таблицы Юнга – это комбинаторные объекты, которые широко применяются для математического описания моделей из самых различных областей науки. В том числе, это статистическая физика, здесь можно вспомнить трехмерную модель Изинга, модель многочастичного рассеяния ТАСЕП и ее обобщение. Также это квантовая механика, XXX, XXZ, цепочки Гизенберга. Много результатов в этой связи есть в теории представлений. Здесь можно вспомнить работы Анатолия Моисеевича Вершика и его школы, начиная с 80-х годов. До настоящего времени эта тематика активно развивается и статьи публикуются. Также у диаграммы таблиц Юнга есть многочисленные приложения в криптографии, в телекоммуникационных сетях и других областях науки. Объектами моделирования в настоящей диссертации являются квантовые явления ферромагнетиков, которые описываются XXX и XXZ цепочками Гизенберга, а также процесс многочастичного рассеяния ТАСЕП. В этой связи чрезвычайно актуальна разработка алгоритмов и эффективного программного обеспечения, которое бы позволило исследовать такие модели, которые основаны на диаграммах и таблицах Юнга. Значит, цепочки Гизенберга описывают квантовые явления в ферромагнетиках, эти модели являются точно интегрируемыми, и вид решения описывается анзацией бета. И в решение входит суммирование по разбиению натуральных чисел, а разбиение натуральных чисел – это объекты, которые взаимоднозначно соответствуют диаграммам Юнга. Также на этом слайде приведена иллюстрация рассмотренной модели ТАСЕП, которая представляется марковским процессом однонаправленного движения частиц. Частицы располагаются на горизонтальной оси, в каждый момент времени с вероятностью 0,5 они могут перемещаться вправо на соседнее пустое место. Соответственно, моделирование такого процесса соответствует моделированию случайного процесса Ричардсона на диаграммах Юнга. Этому будет посвящена анимация на следующих слайдах. Диаграммы Юнга – это совокупности из клеток, которые объединены следующим образом. Здесь приведены примеры двумерных диаграмм Юнга. Они выровнены по нижнему и левому краю. И, как я уже сказал, они соответствуют разбиениям целых чисел. Эта объекция состоит в том, что высоты столбцов можно представить как слагаемые, сумма которых дает число разбиения, которого рассматриваются. Также диаграммы Юнга имеют многомерное обобщение. На этом слайде вы можете видеть примеры трехмерных диаграмм Юнга. Это такие структуры из кубов, которые ограничены тремя плоскостями. Соответственно, при фиксации любой из координат мы получаем из трехмерной и двумерной диаграммы Юнга. Соответственно, они представляют собой последовательность вложенных друг в друга двумерных диаграмм. Следующее определение – это таблицы Юнга. Таблицы Юнга – это диаграмма, заполненная числами от единицы до n, натуральными числами, таким образом, что они растут вдоль координатных осей. Соответственно, здесь приведены два примера двумерной и трехмерной таблицы. У каждой диаграммы может быть много таблиц. Это просто примеры. Диаграммы Юнга как двумерной, так и трехмерной удобно рассматривать как вершины бесконечного ориентированного гардуированного графа, называемого графом Юнга. На этом слайде изображены первые уровни этого графа. Ребра соответствуют процессу добавления клеток к диаграмме, в результате чего получается другая диаграмма Юнга. Легко видеть, что таблицы Юнга взаимно однозначно соответствуют путям на графе Юнга. Здесь связь элементарная. Числа в таблице Юнга можно интерпретировать как порядок добавления клеток. Поэтому пути на графе – это то же самое, что таблицы Юнга. Также здесь изображено начало трехмерного графа Юнга. Это первые пять уровней, первые десять уровней. Дальше показана скорость роста количества диаграмм от количества уровней. Замечу, что в компьютерных экспериментах, проведенных в рамках диссертации, велась работа с двумерными и трехмерными диаграммами, состоящие из миллионов и десятков миллионов клеток. Следующее определение – это размерность диаграммы Юнга. Размерность – это количество таблиц. То есть, по сути, это количество комбинаций чисел, которые можно распределить в пределах диаграммы, таким образом, чтобы они возрастали вдоль координатных осей. Для двумерного случая известна точная формула по вычислению количества таких комбинаций, то есть размерности, знаменитая формула крюков. В трехмерном случае аналога этой формулы неизвестна. Также в силу экспоненциального роста размерности диаграмм Юнга с ростом количества клеток в них, для исследования асимптотических свойств этих размерностей удобно использовать нормировку. Здесь приведена формула для нормализованной размерности, предложенной в статье Вершика и Керова. Здесь я отмечу, что чем больше точная размерность, тем меньше нормализованная размерность. На рассмотренном выше графе Юнга можно построить марковские процессы. Для этого каждому ребру ставится в соответствие определенная переходная вероятность, и это позволяет организовать процесс случайного блуждания по графу. В работе были рассмотрены два марковских процесса. Это процесс Ричардсона и процесс Планшереля, о которых я сейчас подробнее расскажу. Процесс Ричардсона соответствует ситуации, когда вероятности на ребрах задаются одинаковыми для каждой вершины. То есть если из вершины исходит N ребер, то вероятность каждого ребра полагается равной единице, деленной на N. Значит, этот процесс Ричардсона, если распределить таким образом вероятность организовать процесс случайного блуждания по графу, то мы увидим примерно такую картину. Вы видите, как растет случайная диаграмма Юнга в статистике Ричардсона, а в нижней части анимации вы видите, как перемещаются частицы в многочастичные модели Тасепа, о которой я говорил. То есть здесь есть взаимноднозначное соответствие между диаграммой Юнга и конфигурацией частиц модели. Соответствие очень простое. Если рассмотреть фронт диаграммы, имеется в виду внешний ее контур, то каждый горизонтальный участок будет соответствовать отсутствию частицы в модели Тасеп, а вертикальный участок будет соответствовать наличию. То есть сверху мы видим, что есть два горизонтальных участка, затем он вертикальный, горизонтальный. И также снизу мы видим, что есть два пустых участка, частица и снова пустой участок. Далее на этом слайде вы можете видеть результаты численного эксперимента, произведенного с диаграммами в процессе Ричевцина. Синяя кривая соответствует нормализованным размерностям диаграмм, а красная – это функция аппроксимации. Значит, была построена такая последовательность более чем из 80 миллионов диаграмм Юнга, распределенных по статистике Ричерсона, и методом наименьших квадратов были вычислены константы аппоксимирующей кривой, которая была взята, то есть было предположение, что это вот такая функция. Следующий процесс, рассмотренный в диссертации, это процесс Планшереля. Здесь, как мы видим, вероятности уже не одинаковые. Этот процесс – это выделенный центральный процесс. Центральность обозначает то, что вероятности любых путей между фиксированной парой диаграмм всегда одинаковые. Вот на этом примере приведены два пути из корня графа вот в эту диаграмму, и мы видим, что вероятности одинаковые. Это справедливо для любой пары диаграмм. Вообще говоря, центральных процессов существует много, но процесс Планшереля – это единственный центральный процесс с медленным ростом вдоль координатных осей. Эти вопросы, касаемые центральных мер, центральных процессов, исследовались в работах Анатолия Моисеевича Вершика. Значит, центральный процесс Планшереля задается мерой Планшереля. То есть в этой мере вероятность каждой диаграммы Юнга равна квадрату ее размерности, деленную на факториал количества клеток, из которой она состоит. Последнее определение, которое я хотел бы дать – это жадные последовательности. Это уже не случайные последовательности диаграмм, а детерминированные последовательности, в которых мы на каждом шаге выбираем максимальную вероятность. В данном случае это максимальные Планшерельские вероятности. Эти последовательности изначально применялись, поскольку они позволяют получить диаграммы Юнга с достаточно большими размерностями. В силу того, что чем больше Планшерельская вероятность, тем больше размерность диаграмма, в которую можно перейти. Тем не менее, экспериментально легко получить результат, что не все из этих диаграмм обладают максимально возможными размерностями. А одной из важных задач решаемых диссертаций было как раз отыскание на каждом уровне графа Юнга диаграмма с максимальной размерностью. Поэтому вот такие жадные последовательности использовались в качестве начального приближения для поиска диаграмм с большими максимальными размерностями. Для этого поиска были разработаны два алгоритма. Две стратегии поиска диаграмм с большими размерностями – это алгоритм стряски и алгоритм ветвей. Алгоритм стряски работает следующим образом. На вход подается некоторая диаграмма Юнга размера N. К ней K раз добавляются клетки с максимальными вероятностями. То есть строится жадная последовательность длины K. В итоге мы получаем диаграмму размера N плюс K и из нее мы последовательно удаляем K каких-то других клеток в общем случае. В итоге мы получаем другую диаграмму такого же размера, как и исходная, но, возможно, обладающую большей размерностью, чем исходная. Схематично этот алгоритм представлен на этом слайде. К исходной диаграмме из 10 клеток последовательно добавляются клетки с максимальными планшерельскими вероятностями. В итоге получается диаграмма из 15 клеток и отнимаются другие 5 клеток. Получается новая диаграмма из 10 клеток и она может обладать большей размерностью. Если оказывается, что ее размерность больше, то мы забываем предыдущую диаграмму и сохраняем в нашем списке, сохраняем вновь полученную. Применяя такой подход итеративно с различными параметрами к различным диаграммам, мы можем построить последовательность диаграмм с большими максимальными размерностями и исследовать их свойства. Второй алгоритм, предложенный в диссертации, называется алгоритм ветвей. Его идея базируется на том, чтобы строить не одну, а несколько жадных последовательностей. То есть проходить через некоторую окрестность жадной последовательности, построенной из корня графа Юнга. Тем самым повышать шансы отыскать диаграммы с большими размерностями, чем уже имеются. Значит, это можно представить следующим образом. Вот у нас есть четыре диаграммы размера 7. Мы добавляем к ним клетки жадным образом, строим. На каждом этаже у нас есть какое-то количество диаграмм Юнга, из них мы выбираем максимальную. На иллюстрации показаны такие маленькие диаграммы, просто чтобы проще было объяснить. В реальности эти эксперименты проводились с диаграммами сотен тысяч из миллионов клеток. Соответственно, на каждом этаже выбирается диаграмма с максимальной размерностью, она сохраняется, все остальные диаграммы забываются. В результате этих вычислений был построен следующий график. Это график нормализованных размерностей в исходной жадной последовательности, это красная кривая, и в преобразованной с помощью алгоритмов последовательности, это синяя кривая. Мы видим, синяя кривая немного ниже, чем красная, касаясь ее, напомню, что чем меньше нормализованная размерность, тем больше настоящая размерность. И также я хочу отметить, что вот эти небольшие разности в нормализованной размерности на самом деле соответствуют огромным разностям в настоящей размерности, в силу того, что нормализованная размерность – это логарифм от настоящей размерности. При этом предложенные алгоритмы позволили получить первые 130 диаграмм, которые были ранее найдены перебором. Искать диаграммы на большего размера перебором не представляется возможность в силу вычислительной сложности. Также я хочу сказать, что жадные последовательности представляют собой самостоятельный исследовательский интерес. В этой связи были исследованы их свойства. В силу недостаточного времени я не могу перечислить их все. Я ограничусь одним из свойств рассмотренной диссертации. Это гипотеза об объединении жадных последовательностей. Она состоит в том, что если построить жадные последовательности от любой пары диаграмм Юнга одинакового размера, то через конечное число шагов они все сливаются в одну жадную последовательность. Все они входят в одну последовательность. Этот факт был проверен экспериментально в многочисленных экспериментах. На двумерном, на трехмерном графах Юнга рассматривались в том числе диаграммы из миллионов клеток и диаграммы, изначально имеющие очень разную форму. На этой анимации вы можете видеть две двумерные диаграммы, наложенные друг на друга. Одной диаграмме соответствуют красные клетки, другой – синие клетки. Серые клетки – это их общая область. В каждой из них строится жадная последовательность. В какой-то момент клетки могут пересекаться, могут отличаться, но рано или поздно они все становятся серыми. То есть эти две жадные последовательности объединяются в одну. Также аналогичный эксперимент проводился на трехмерном графе Юнга. Диаграмма состоит из синих и из красных клеток, и они также сливаются. Контрпримеров этой гипотезы найдено не было. Я бы также хотел сказать о других задачах, которые решались в диссертации. Кроме гипотезы о слиянии жадных последовательностей, также исследовались свойства отселяции нормализованных размерностей в жадных последовательностях. То есть строился первый ряд разностей, и выяснялись интересные их свойства. Также были оценены пределы нормализованных размерностей в жадных последовательностях. диаграмм Юнга. Само наличие таких пределов на данный момент не доказано, тем не менее экспериментально были получены оценки возможных таких пределов. И также исследовалось распределение вероятностей на фронте диаграмм Юнга в жадных последовательностях. Также отдельно рассматривался метод оценки копереходных вероятностей неизвестного центрального процесса на трехмерном графе Юнга. Переходная вероятность – это условная вероятность того, что мы окажемся в какой-то диаграмме, перейдя в нее по одному из входящих ребер. Эта задача решалась с помощью некоторой модификации преобразования Шутенберже, позволяющего генерировать случайные таблицы Юнга заданной формы, причем с распределением близким к равномерному. Также в диссертации были исследованы некоторые геометрические свойства трехмерных диаграмм Юнга – это асимптотика роста числа головных клеток, пластеров, дельмероперечника. И были построены оценки для предельных форм асимптотических центрального процесса на трехмерном графе Юнга. Также исследовалась связь между преобразованиями Робинса на Шенсенберже и преобразованием Шутенберже. В заключение у меня приведены положения, выносимые на защиту. Я не буду на них подробно останавливаться. Также приведена научная новизна работы. Здесь перечислены основные результаты работы. И также приведены основные публикации по теме диссертационной работы. Большое спасибо. Спасибо за внимание. Спасибо. Какие вопросы имеются к соискателю по его докладу? Можно, Леонид Анатольевич? Юрий Николаевич, да, пожалуйста. Орлов Юрий Николаевич, кафедра информационных технологий РУДН. Скажите, пожалуйста, ну вот первый вопрос, он, наверное, такого общего характера. А какой вывод из вашего исследования можно сделать применительно к тому, как называется ваша диссертация? Она же, в ней слово квантовое упомянено. Это связано с тем, что разработанный программный инструментарий, включающий в себя комбинаторные методы по работе с диаграммами и таблицами Юнга, может применяться для исследования моделей Гезенберга, о которых шла речь. Да, вот вы что-нибудь в модели Гезенберга с помощью своего метода, так сказать, отыскали? В большей степени я работал с моделью ТАСЕП, которую я рассмотрел. Хорошо, модель ТАСЕП. Понятно. Можно слайд 18? 18, 18, 18. Вопрос технический. Вот у вас здесь эмпирическая, в смысле расчетная кривая и теоретическая. Скажите, различия между ними, в какой номере вы считали, вообще считали ли? Вот они отличаются. Точность аппроксимации. Да, спасибо за вопрос. На самом деле я ее не считал, но я хотел сказать, что… Но вы говорили наилучшая аппроксимация. Это вот, следовательно, у вас где-то r квадрат должен быть. Нет, имелось в виду, что если задать вид функции следующим образом, то она будет наилучшей вот в таких параметрах. Ну а в каком смысле наилучшая-то? Это означает, что ошибка была минимальна. Вот и какова она? То есть очевидно, что не ноль и в какой норме? Да, это я не привел в диссертацию. На эту тему я хотел сказать, что здесь целесообразно продолжить этот эксперимент в том смысле, что здесь приведена лишь одна реализация случайного процесса Ричардсона. Если провести их серию, то кривая станет более гладкой, и тогда вот, соответственно, эти оценки еще более точны. Смотрите, усреднение этих кривых и смотреть среднее по ансамблю. Согласен. Слайд 22, пожалуйста. Вот здесь вы рассматриваете последовательности, так сказать, с максимальной вероятностью. Скажите, пожалуйста, есть ли утверждения в виде теорем, какие-нибудь доказательные, что в каждом ряду горизонтальном у вас только одна фигура с наибольшей вероятностью? Насколько я понял, алгоритм использует это. Вы нашли максимальную и пошли дальше. А если у вас две фигуры с одинаковой вероятностью, и обе наибольшие? Да, спасибо за вопрос. Этот пример легко найти. Например, мы уже видим на третьем уровне графа есть две диаграммы, у которых действительно одинаковая максимальная вероятность 3,8. Но дело в том, что эти две диаграммы получаются одной из другой поворотом на 90 градусов, и их размерность одинаковая. То есть в данных экспериментах нас интересуют именно размерности, которые считаются по формуле крюков, и с точки зрения размерности они являются эквивалентными, поэтому нам не принципиально по какому пути конкретно здесь переходить. Вот я видел эти фигуры в третьей строке. Меня как раз интересует вопрос, есть ли фигуры с разной размерностью, но с одинаковой вероятностью, или это невозможно? Это очень хороший вопрос. Я тоже им задавался, но не исследовал его. Скажем так, примеров или контрпримеров вы не знаете. То есть вопрос открытый в некотором смысле. Нет, я их не знаю, и такие примеры, если они существуют, то их можно найти, может быть, только на первых 100-130 уровнях графа Юнга, потому что далее у нас уже нет возможности перебрать диаграммы. Да, конечно. Вопрос чисто теоретический. Не было ли утверждений, теоретически в деле бы доказано, что существуют, на уровне теорем существования, существуют, скажем так, фигуры. Вот. Не то, чтобы они должны быть предъявлены, но вот есть неоднозначность продолжения, скажем так. Хорошо, понятно, вопрос открытый. Ну и слайд 27. Вы вот его показали. Это две кривых опять-таки. Вот я так понимаю, что кривые по большому счету независимы. Ну то есть в чем смысл сравнения? Поясните, пожалуйста, еще раз. Мы смотрим на две кривых, ну и, видимо, их надо друг с другом сопоставить. Вот они сильно отличаются одна от другой или это как бы вообще неважно, отличаются они или не отличаются? То есть они имеют самостоятельное значение или как-то мы их можем сравнить? Вот поясните, этот слайд как-то ускользнул из понимания, так сказать. Да, большое спасибо. В общем, здесь идея такая, что красная кривая – это исходная последовательность, построенная жадным алгоритмом. То есть это исходная последовательность диаграмм Юнга, построенная жадным алгоритмом. Затем диаграммы из этой последовательности с помощью предлагаемых алгоритмов преобразовывались в другие диаграммы. Мы получали другие диаграммы. Некоторые из диаграмм не менялись, потому что, возможно, они уже обладают максимальной возможной размерностью. Соответственно, была построена новая последовательность и были выведены, собственно, для сравнения нормализованной размерности исходной и полученной преобразованными алгоритмами. В этом смысл сравнения. То есть здесь в некотором смысле сравнение, не сравнение, а характеристика алгоритма. Между красным и синим – это какая-то характеристика предлагаемого вами алгоритма. Да, но при условии именно тех параметров, которые брались в этих алгоритмах. То есть это, в принципе, оба алгоритма применялись многократно, итеративно, в разном порядке, с разными параметрами, и в итоге получился такой результат. Хорошо. Спасибо. Все? Меньше вопросов не имею. Спасибо, Юрий Николаевич. Какие еще вопросы имеются к соискателю? Если можно, я вопрос задам. Звучало, но от меня тоже ускользнуло. Зачем нужны диаграммы с максимальными размерностями? Они едва ли не ключевую роль играют в вашем исследовании? Ну, вообще говоря, это открытая проблема теории представления, синтетической комбинаторики, которая берет свое начало еще из 60-х годов. Но также стоит отметить, что размерности диаграмм Юнга, вот в случае с процессом Ричардсона и с моделью ТАСЕП, они соответствуют энтропии системы. В этом состоит возможное приложение для анализа моделей. Спасибо. Еще вопросы имеются? Если больше вопросов нету, то спасибо, Василий Сергеевич. Мы можем объявить технический перерыв на 4 минуты, а можно продолжить. Если нет категорического требования, я предлагаю продолжить. В таком случае слово предоставляется научному руководителю, соискателю Васильеву Николаю Николаевичу. Меня слышно? Да, слышно. Ну, я для того, чтобы не пропустить какие-нибудь формальные, обязательные утверждения о диссертанте, я буду зачитывать имеющийся мой отзыв, но постараюсь немножко его разбавить более свободным изложением своего мнения о диссертанте. Значит, Василий Сергеевич Дужин, с отличием, окончил Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического предостроения в 2010 году. В 2018 году был прикреплен соискателем в кафедре вычислительной техники Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета для выполнения диссертационной работы. Во время подготовки диссертации проявил себя грамотным, высокоорудированным и инициативным специалистом, способным вести научную работу на самом современном уровне. Вот к этому я еще должен добавить, просто сюда не вошла такая формулировка, он проявился, я совершенно изощренным программистом, которому удалось улучшить результаты предыдущих авторов, которые работали в этой области, просто на порядок фактически. Об этом будет в отзывах, возможно, сказано даже. Благодаря своему трудолюбию и исполнительности он не только завершил, оформил свою работу, но результаты этой работы представлены в 17 публикациях, среди которых 6 это публикации, проиндексированные в скопусе и вебов-сайенсе. И логичность, четкость изложения диссертационного исследования, а также количество научных публикаций по избранной тематике, отражающих совершение работы, свидетельствует об очень высокой научной квалификации автора. В ходе написания данной работы, анализа и сбора материала, он показался зрелым научным работником, поднявшим важную, весьма сложную проблематику. Эта проблематика сложна во всех аспектах. Чисто математическом, скажем, теория центральных мер, это очень сложная математика, современная математика, в которой сейчас некоторый бум даже есть. И численные эксперименты, такого рода проверяющие возникающие гипотезы, они возможны только на очень высоком уровне взаимодействия вот этой высокой математики с современной компьютер-сайенс. Эта проблематика касается компьютерного исследования сложных вопросов о синтетической комбинаторике, статистической физике, теории маркетских процессов, реализации операций с двумерными и трехмерными диаграммами. Многие из исследованных в рамках диссертации вопросов широко применяются в современной науке при моделировании самых различных физических явлений. То есть результаты диссертации в основном это разработанный им программный пакет, а программный пакет, который разработан, об этом, может быть, не было сказано, он содержит много сотен функций, то есть это тысячи строк хода, а результаты численных экспериментов – это результаты многосуточных вычислений вот с такими огромными диаграммами, проделанных с помощью параллельных вычислений на очень мощных вычислительных кластерах, один из которых был в Англии. Так что это на первый взгляд, может быть, не видно, какой сложности здесь вопрос компьютер-саймс решается, но это вот я должен отметить. Дужан являлся докладчиком на ряде международных научных конференций, в том числе на трех международных конференциях по приложениям компьютерной алгебры, ACA в 2016-2018 году на пяти международных конференциях по полиномиальной компьютерной алгебре. Результаты также докладывались на четырех международных рабочих совещаниях по компьютерной алгебре в БУДН. Наряду с исследовательской работой он уже себя показал инициативным преподавателям, умеющим активно работать со студентами в период подготовки ими бакалаврских работ. Под руководством Дужана студентами был подготовлен ряд докладов на студенческих конференциях, некоторые из которых были отмечены в дипломах. Говоря о личных качествах, нельзя не сказать, что должен человек, проявляющий научную инициативу, умеющий брать на себя ответственность и пользующийся заслуженным авторитетным уважением как среди сотрудников, так и среди студентов. В ходе выполнения диссертационной работы, название не буду повторять, были разработаны эффективные вычислительные алгоритмы и методы с применением современных компьютерных технологий, позволяющие получать, во-первых, последовательность диаграмм Юнга с большими размерностями, но на самом деле просто решать самые разнообразные задачи, в формулировку которых входят размерности диаграмм Юнга. Это очень сложно вычисляемая личина. Оценивать по переходной вероятности на трехмерном графе Юнга, а эти ко-переходные вероятности, они связаны с абсолютно неизвестным, сейчас мы не знаем, никаких даже гипотез нет о форме центрального процесса на трехмерном графе Юнга. Как мы только будем знать вот такой марковский процесс, мы будем точно знать и формулу для ко-переходных вероятностей. Формулы сейчас нет, но метод вычисления некоторый, на самом деле, статистический. Он существует, он разработан как раз в диссертации. Значит, оценивать пределы нормализованных размерностей и другие. То есть разработанные методы могут применяться к огромному количеству задач, как в физике, математике, так и в компьютер-сайенсе. Были реализованы комплексы проблемно-организированных программ для проведения многочисленных экспериментов, проведено комплексное исследование научных проблем с применением современной технологии математического моделирования и вычислительного эксперимента. Исходя из вышеизложенного, считаю, что диссертационная работа является законченным, оригинальным, самостоятельно выполненным научным исследованием, которое отвечает всем требованиям, предъявляемыми к диссертациям на соискание ученой степени кандидата науку по специальности 05-12-18. Здесь написано, может быть представленный в защите, может быть достоин степени кандидата в физико-энергетическую науку. Научный руководитель, профессор кафедры алгоритмической математики, старший научный сотрудник лаборатории теории представления динамических систем Института Степлова, Санкт-Петербургского, Василий Николай Николаевич. Спасибо, Николай Николаевич. Вопросы к научному руководителю имеются? Если вопросов нет, то тогда слово для оглашения отзывов, полученных на диссертацию и автореферат, предоставляется ученому секретарю совета Демидовой Анастасии Вячеславовне. Спасибо. В деле имеется заключение организации, где была выполнена диссертационная работа, это Санкт-Петербургский электротехнический университет ЛЭТИ. Содержание заключения положительное. Кроме того, в совет поступило 4 отзыва на автореферат. Все отзывы положительные. Если Леонид Антонович мне разрешает, я также буду зачитывать только краткие выдержки из них. Да, я разрешаю. Спасибо. Первый отзыв поступил от кандидата физико-математических наук, инженера-исследователя междисциплинарной исследовательской лаборатории Тебушева факультета математики и компьютерных наук Санкт-Петербургского государственного университета Павлова Дмитрия Алексеевича. В своем отзыве он дает краткую характеристику работы и отмечает малочисленность доказательных теоретических результатов в области, в которой соискатель проводил свои исследования. В качестве замечания отмечает следующее. Отсутствие в автореферате прямого указания на то, что предлагаемый алгоритм Витпей вкупе с используемым в его составе алгоритмом стряски является или не является приближенным, то есть не гарантирующим или гарантирующим положение точных значений максимальных размерностей диаграмм Юнга. Для приближенного алгоритма были бы интересны экспериментальные сведения о том, начиная с какого размера диаграммы результат отличается от точных. Впрочем, выполнение данного положения могло само по себе представлять отдельную учислительную проблему. Небольшая неточность в обзоре литературы. Первые 130 стандартных диаграмм и первые 250 строгих диаграмм совпали с диаграммами с максимальными размерностями, вычисленными переборами. Ссылка на источник вершек Павла в 2009 год. В действительности в указанной работе перебирались в лишь стандартные диаграммы, но не строгие. Очевидно, результат для 250 строгих диаграмм был получен самостоятельно автором диссертации. Некоторые высказывающие любопытство аспекта реализации не освещены в работе. В частности, не найдено упоминание об используемых программных и аппаратных средствах для параллелизации вычислений на кластере. Кроме того, не уделено достаточного внимания выбору того, как в реализации алгоритмов используются стандартные арифмические типы числопроизвольной разрядности. Судя по приложенному к диссертации описанию программного кода, в ряде случаев размерности диаграмм Юнга и исходные от них величины представляются 64-разрядными числами, то есть приблизительно. Было бы интересно узнать, насколько ошибки в представлении чисел могут влиять на полученные результаты. И напоследок выражает удивление тем фактом, что работа набрана шрифтом Times New Rome, старым, довольно неудачным и фактически затрудняющим чтение больших текстов. Следующий отзыв получен от кандидата физико-математических наук, старшего научного сотрудника отдела теоретической физики высоких энергий, неядерной физики Московского государственного университета, генерала Виктора Федоровича. Отзыв положительный. В отзыве отмечена эффективность разработанных в работе алгоритмов и к числу недостатков относит отсутствие описания критериев, с помощью которых происходило сравнение частотной гистограммы, координат последовательных клеток путей Шудзенберже на двумерных таблицах Юнга с распределением планширеновских вероятностей на фронте диаграммы Юнга. Также в автореферате присутствуют опечатки в словах ферромагнитной страницы 3 строка 26 и эквивалентности строка 15 страницы 10. Третий отзыв поступил от доктора физико-математических наук, ведущего научного сотрудника ЛИД Объединенного института ядерных исследований Корняка Владимира Васильева. Отзыв также положительный, в отзыве отмечена важность и актуальность решаемых задач в диссертационной работе, замечаний в отзыве нету. Последний отзыв поступил от доктора физико-математических наук, доцента факультета математики и компьютерных наук Санкт-Петербургского государственного университета Тискина Александра Владимировича. Отзыв также положительный, в автореферате дается краткая характеристика работы, отмечена его практическая значимость. К недостаткам реферата отнести, что в нем не представлены значения параметров алгоритмов, которые были выбраны при проведении компьютерных экспериментов по поиску диаграмм Юнга с максимальными размерностями. Все. У меня все. Спасибо. Василий Сергеевич, ответьте, пожалуйста, на замечания. Благодарю за отзывы на автореферат. Со всеми замечаниями я согласен. Хотел лишь добавить краткий комментарий, что определить, гарантируют ли предложенные алгоритмы в связке и ветвей получение максимальных диаграмм Юнга в строгом смысле довольно сложная задача. То есть она возможна лишь на первых 130 этажах графа Юнга. Далее же эти результаты могут опираться лишь на эвристические рассуждения. Тем не менее, те алгоритмы, которые были разработаны, с помощью этих алгоритмов удалось получить строгое соответствие всех известных диаграмм Юнга с максимальными размерностями. Большое спасибо. Спасибо. Имеются ли вопросы к соискателю по его ответам? Если нет, то переходим к заслушиванию отзывов официальных оппонентов. Слово предоставляется официальному оппоненту, доктору физико-математических наук Блинкову Юрию Анатольевичу. Меня видно. Показываю свой паспорт. Сейчас изменяюсь. Вот так. Да. Юрий Анатольевич. Диссертация Дужина посвящена исследованию проблемы определения асимптотики максимальных размерностей диаграмм Юнга и неприводимых представлений симметрической группы. В отличие от переборных алгоритмов, используемых в предыдущих работах, автором диссертации были применены эффективные алгоритмы, названные им алгоритмом стряски и алгоритмов ветвей, что позволило работать с диаграммами из миллиона клеток. Актуальность задачи разработки алгоритмов поиска диаграмм Юнга с максимальными размерностями была успешно реализована. В диссертации рассматриваются два основных вопроса. Это разработка и реализация алгоритмов, связанных как с двухмерными, так и с двухмерными диаграммами. И приведение с их помощью математического моделирования. Первая глава в основном дает составные понятия использовательной работы диаграммы Юнга, марковские процессы, наградуированные графы, предельные формы диаграммы Юнга и другие. Вторая глава посвящена описанию результатов численных экспериментов на двухмерных диаграммах и таблицах Юнга. В третьей главе проведены результаты компьютерных экспериментов с такими образовательными двухмерными и трехмерными таблицами Юнга. В заключении основные результаты приложений приведено описание разработанного пакета программ. Можно также сказать, что диссертация очень прекрасно иллюстрирована примерами. Их достаточно, так сказать, материал очень имеет хорошее изложение представленный. Практическая значимость разработанной диссертацией в диссоанном исследовании методы, применяемой в том числе для исследования асимпатических двухмерных и трехмерных диаграмм Юнга, могут быть эффективно использованы в разных областях современной науки и техники, в которых в моделировании применяются такие комбинаторные объекты, как грандуированные графики, диаграммы и таблицы Юнга. Недостатки работы. Первое. Существенную роль диссертации играет компьютерное исследование свойств диаграмм и таблиц Юнга. Однако автор нигде не упоминает о связи таблиц Юнга и сортирующих сетей, хотя эта тема является предметом активного исследования. В разделе 2.1.2 упомянуто, что план Шерелевская вероятность пути в максимальную строгую диаграмму не обязана быть максимальной. Но в диссертации не придено какого-либо конкретного примера диаграммы, для которой это справедливо. На рисунке 3.6 приводится графика математических ожиданий и среднеквадратичных отклонений, значений первого элемента последовательности, соответствующих двум классам двойственной эквивалентности по кнопку. Но дело в том, что там рассматриваются 10.5 таблиц P размера 10.4, а в другой 10.4 таблиц P размера 10.5. Для того, чтобы сделать качественный вывод о влиянии размеров таблиц на точность оценки первого элемента последнего количества таблиц, рассматриваемых классов должно быть взято одинаково. Однако указанные недостатки не снижают общие положительные впечатления о диссертационной работе. Диссертация Дужина Василия Сергеевича соответствует следующим требованиям специальности паспорта специальности 05.13.18 Диссертация Дужина Василия Сергеевича Диссертация Дужина Василия Сергеевича на тему «Эффективные компьютерные методы исследования моделей квантовой механики и статистической физики», основанная на диаграммах Юнга, является законченной научно-квалификационной работой, удовлетворяющим всем требованиям, подъявляемым кандидатским диссертациям на СССР ученые степени кандидатов в физико-магиотических наук по специальности 05.13.18 математическом моделировании численных методов и комплекс программ, полностью соответствует разделу «Два положения присуждения ученых степеней Федеральным государственным автономным образовательным учреждениям высшего образования Российский университет дружбы народов», а должен Василий Сергеевич заслужить присуждение степени кандидатов в физико-магиотических наук специальности 05.13.18 Спасибо, Юрий Анатольевич. Если вопросов к оппоненту нет, то я попрошу соискателя ответить на замечания. Большое спасибо, Юрий Анатольевич. Со всеми замечаниями я согласен, хотел кратко их прокомментировать. По поводу первого замечания, действительно сортирующие сети являются важной темой для многих современных исследований, они имеют связь с таблицами Юнга. В моих планах заняться этой темой со своими студентами в ближайшее время. Второе замечание по поводу того, что планшалерская вероятность пути в максимальную строгую диаграмму не обязана быть максимальной и что нет примера. Здесь я действительно согласен. Для уточнения этого момента следовало привести какой-либо пример. И по поводу третьего замечания, что не было взято достаточного количества таблиц Юнга. Это действительно справедливо, но для решения этой проблемы требуется некоторая оптимизация предлагаемых алгоритмов, после чего будет возможно сгенерировать больше таблиц. И качество этих результатов повысится. Большое спасибо. Спасибо. Юрий Анатольевич, вы удовлетворены? Да, удовлетворен. Спасибо. Слово предоставляется официальному оппоненту, доктору физико-математических наук, Малых Михаилу Дмитриевичу. Да, спасибо. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Позвольте начать со следующего. Мне кажется, что диссертация Дужина посвящена следующему. Вот в школе Вершика было проведено большое количество теоретических исследований относительно диаграммы таблиц Юнга. В школе был высказан целый ряд гипотез о том, как все это устроено. Ну и вот дальше, естественно, возникла мысль проверить эти гипотезы на конкретных числах. До небольшой размерности, ну как вот я сегодня не раз говорил, где-то там 130, это сделать можно перебором, а дальше, естественно, возникали проблемы. Так вот, диссертация, которую мы сегодня обсуждаем, посвящена тому, как это проверить в рамках компьютерного эксперимента для очень больших размерностей. И здесь, как мне кажется, нужно подчеркнуть, что главная вот и новизна, и важность работы состоит в том, что рассматриваются действительно очень большие размерности. И это потребовало разработки новых подходов, новых методов, ну и в том числе, как мы сегодня слышали, использование серьезных кластеров, в том числе и зарубежных. Я не буду пересказывать содержание работы, поскольку в докладе диссертантов все это было сказано уже весьма подробно, и сразу перейду к обзору недостатков, которые я заметил. Во-первых, все компьютерные эксперименты, представленные в диссертации, выполнены над кольцом целых чисел. Тем не менее, при введении нормализованной размерности диаграммы появляется логарифм, который считается от экстремально большого числа. А вместе с ним появляется ошибка округления. Обычно здесь не возникает никаких проблем, поскольку число Е зашито в любой компьютерной системе, как и используется, с заведомо большой точностью, чем нужно для всех разумных вычислений. Проблема в том, что у нас вычисление не совсем разумное, а как раз с экстремально большими числами. Мне кажется, что следовало оценить ошибку, которая вносит приближенное вычисление логарифма. Мне даже кажется, что замечание, которое позвучало в отзыве на авторе Феррат от Павлова, позвучало, скажем так, близкое к этому соображение. Далее. В процессе поиска двумерных диаграмм Юнга с большими размерностями появляется ряд из размерностей. В диссертации это рисунок 2.5. И, по-моему, примерно он соответствует тому, что сейчас висит у нас на экране. Который сам по себе является важным результатом работы, поскольку на нем можно проверять известные гипотезы асинтетической комбинаторики. На него можно было бы взглянуть как на обычный временной ряд и исследовать стандартными статистическими инструментами. Третье замечание. В разделе 2.3.1 на странице 55 вводится понятие регулярного хвоста строгого разбиения и постулируется, что большая часть разбиений, соответствующих строгим диаграммам Юнга с большими размерностями, имеют регулярный хвост достаточно большой длины. Этому замечанию не хватает экспериментального подтверждения. Автору следовало бы привести график зависимости длины хвоста от размера диаграмм. Указанные недостатки не снижают общее положительное впечатление о асинтетационной работе. Я считаю, что диссертация решена задачей исследования синтетических свойств диаграмм и таблиц Юнга путем компьютерного эксперимента. Избранная тема актуальна и важна для приложений, поскольку такие диаграммы используются в современных моделях квантовой механики и статистической физики. Полученные автором результаты достоверны, основные выводы обоснованы, основные научные результаты своевременно опубликованы, о чем сегодня было много и подробно сказано. Диссертация Дужина Василия Сергеевич соответствует следующим разделам паспорта специальности 05.13.18 в соответствии с пунктом 3. В ней разработаны, обоснованы и протестированы эффективные вычислительные методы и алгоритмы построения неприводимых и проективных представлений симметрической группы эссенса сверхбольшими размерностями с применением параллельных вычислений на кластере. Исследование жадных последствий диаграмм марковских процессов на двумерных и трехмерных градуированных графах с применением параллельных вычислений на кластере. И, наконец, исследование копереходных вероятностей на трехмерном графе Юнга с применением параллельных вычислений. В соответствии с пунктом 4. создан комплекс проблемно-ориентированных программ для приведения численного эксперимента с целью исследования размерностей и копереходных вероятностей. В соответствии с пунктом 5. проведено комплексное исследование гипотезы о пределе нормализованных размерностей планшерейловических диаграмм Юнга, выдвинутой вершиком. В рамках численного эксперимента со сверхбольшими последствиями диаграмм Юнга на современном вычислительном классе. Поэтому диссертационная работа является законченной научно-квалификационной работой, удовлетворяющей всем требованиям предъявляемым кандидатским диссертациям на совискание ученой степени кандидат в физико-математических наук по специальности 05.13.18 в соответствии с пунктом 2.2 раздела 2 известного положения Рудея. А ее автор, Дурзин Василий Сергеевич, степень кандидат в физико-математических наук. Вот на этом я бы хотел закончить обзор своего отзыва. Давайте назовем это так. Спасибо за внимание. Спасибо, Михаил Дмитриевич. Если вопросов к оппоненту не имеется, то мы попросим Василия Сергеевича ответить на замечания. Большое спасибо, Михаил Дмитриевич. Со всеми замечаниями я согласен. Я хотел бы их прокомментировать. Первое, по поводу ошибки округления при вычислении логарифма от очень большого числа. На самом деле программная реализация, которая у меня сделана, позволяет ее избежать, поскольку мы непосредственно не вычисляем логарифмы большого числа, а вместо этого накапливаем сумму логарифмов переходных вероятностей на ребрах Крафа Юнга. То есть мы рассматриваем путь к некоторую диаграмму. Эти числа небольшие, и ошибка округления там не играет существенной роли. В диссертации об этом кратко написано на странице 38, второй абзац, но действительно я согласен, что на этой теме следовало сделать больше акцент. По поводу второго замечания, я с ним полностью согласен, что ряд нормализованных размерностей можно было бы рассмотреть, как обычный временной ряд, и изучать стандартными статистическими инструментами. И третье замечание по поводу свойств регулярного хвоста строгих диаграмм. Действительно, такой график строился, но он не был приведен в диссертации и также не был опубликован. Я согласен, что это упущение. Большое спасибо. Михаил Дмитриевич, вы удовлетворены? Да, спасибо, я удовлетворен вполне. Спасибо. Слово предоставляется официальному оппоненту, доктору физико-математических наук Гусеву Александру Александровичу. Я сейчас сижу с Сергеем Леницким. Вот он мой паспорт. Да, какой ты молодой, однако. Ну, давно-то все было. Ну, во-первых, отмечу, что сегодня был хороший доклад. Диссертант. Все подробно объясняет как актуальность, так и содержание. Поэтому, с вашего позволения, эту часть я зачитывать не буду. Отмечу, что выполнено. Из диссертации видно, что выполнена большая работа. Особенно по реализации предложенных алгоритмов, которые обычно не попадают мне в тексты, как детали. Сразу перейду к замечаниям. Первая глава начинается с фразы. Объектом моделирования в настоящей диссертации является квантовое явление ферромагнетика. Упоминание модели квантовых явлений ферромагнетика содержится в обведении в разделах 1.1 и 1.2. При этом, в конце раздела 1.2 описаны связи задачи, связанных с квантовыми моделями ферромагнетика в представлении симметрических групп диаграммами и таблицами Йонга, которые рассматриваются далее в диссертации. Однако, в диссертации следовало более подробно описать применение полученных результатов к исследованию рассматриваемых физических моделей. И второе замечание в параграфе 2.1.2 сказано, что идея жадного алгоритма была видоизменна в случае строгих диаграмм. Но не сказано, как. Указанные недостатки не снижают общие положительные впечатления о диссертационной работе. Диссертационные исследования соответствуют разделам 3.4.5 специальности 05.13.18. Разработаны комплексы проблемно-ориентированных программ. Произведены численные эксперименты целей съемки размерности нефриводимых в представлении симметрических группы. СН жадных последствий диаграмм Йонга по переходным вероятности для центрально-беренно-гравнированных графов. Так, результаты работы имеют теоретическую и практическую значимость в достаточной мере аппаратированы. Диссертационная работа на педстотехнических грамм на высоком научном уровне. На основании вышли в луну, считаю, что диссертационная работа является законченной научно-произведенной работой, удовлетворяющей всем требованиям, предъявляемых кандидатской диссертации, на соискание на сушеной степени, который кандидат афирмат-наук по специальности, автор заслуживает в степени кандидат физико-математических наук. Спасибо. Спасибо, Александр Александрович. Если вопросов к оппоненту не имеется, то мы попросим соискателя ответить на замечания. Большое спасибо, Александр Александрович. Со всеми замечаниями я согласен. Хотел бы сказать, что действительно в диссертации не было подробно описаны многие детали применения разработанных методов при исследовании позначенных моделей. Что касается фразы про строгие диаграммы, там была допущена неточность. Действительно, идея жадного алгоритма для строгих диаграмм совпадает с идеей для стандартных. В этом случае отличается лишь формула для вычисления переходных вероятности для строгих диаграмм. Спасибо. Все. Александр Александрович, вы удовлетворены? Да. Если так, то следующим пунктом нашей программы – дискуссия. Кто хочет выступить по заслушанной диссертации? И с членов диссертационного совета, и с присутствующих гостей. Пожалуйста. Леонид Антонович, можно пару слов? Да, Юрий Николаевич, конечно. Прошу вас. Поскольку так внимательно следил за докладом, то, наверное, я могу сказать, что диссертация, безусловно, довольно посвящена интересной актуальной теме, поскольку тут есть теоретический аспект, связанный с различной комбинаторной теорией и асимтотикой, но также и практический, на что, собственно, и хочется обратить внимание, поскольку это такое практическое моделирование, специальное уже 05.13.18. И здесь есть возможность, по-видимому, применить алгоритм, который разрабатывает заискатель, для анализа некоторых реальных данных по многомерным случайным процессам. Ну, в общем-то, это, естественно, временные ряды многомерные, ну, хотя бы двух-трехмерные, таких довольно много, которые можно ранжировать по убыванию вероятности появления некоторых характерных значений, так сказать. Вот очень многие процессы, связанные, например, на финансовом рынке, на графах такого онтологического содержания, скажем так, имеющих большую сильно связанную компоненту, и переборы различных вот циклов в таких графах, или анализ распределения, допустим, там, прироста цен на финансовые инструменты, они очень хорошо вкладываются вот в диаграммы Юнга, и было бы им как раз многомерные. То есть я бы сказал, что модели Гейзенберга не настолько интересны для применения этих диаграмм, сколько вот реальные последовательности данных, которые мы имеем в большом количестве сейчас из окружающей среды. Вот. И метод, который соискатель разрабатывает, он, по-видимому, туда довольно хорошо может применяться, потому что любопытно было бы посмотреть, что именно за диаграммы реализуются на практических рядах, не в теоретических последовательностях, для которых можно анализировать теоретические асимптотики, а на практике жизни. Там могут реализовываться не всегда наиболее вероятные процессы с точки зрения распределения. Вот. И соответствующие отклонения, они очень интересны для идентификации, там, скажем, разладок и прочих таких вот интересных статистических моментов. Вот. Так что я считаю, что алгоритм, который соискатель изготовил, это довольно хороший инструмент для того, чтобы применять его во многих, в общем, практически важных местах. Так что диссертация понравилась, хорошая работа. Спасибо. Спасибо, Юрий Николаевич. Еще кто-то желает выступить? Если нет, тогда я скажу пару слов. Мне тоже представляется интересным то, о чем в частности сказал Михаил Дмитриевич и о чем только что сказал Юрий Николаевич. Упоминалось в докладе и в диссертации, естественно, у Василия Сергеевича это было, что исследуются марковские процессы, что они исследуются и рассматриваются на многомерных графах специального вида. И если бы было дополнительно проведено исследование статистических способов вот этих процессов и вот этих специализированных графов, на мой взгляд, это было бы очень интересно для людей из далеко удаленных, но все-таки смежных профессий и специальностей. Спасибо. Если больше желающих выступить нету, то соискателю предоставляется заключительное слово. Спасибо. Я бы хотел выразить свою искреннюю благодарность научному руководителю Василию Николаевичу за ценные указания в ходе исследований, за поддержку на всех этапах выполнения работы. Также хотел бы поблагодарить своих оппонентов за внимательное прочтение работы и ценные указания. Выражаю благодарность всем членам диссертационного совета, которые смогли уделить время и рассмотреть представленную диссертационную работу. Также я благодарен всем родным и близким за поддержку. Поздравляю всех с наступающим Новым годом. Спасибо. Сейчас для проведения тайного голосования предлагается избрать счетную комиссию в составе профессоров Гайдамака, Ланеев и Венецкий. Нет ли возражений и отводов? Если нет, то ставлю на голосование. Открытое голосование. Пожалуйста, Севастьянов. За Самойлов. За. За Кулябов. За. За Демидова. За. Веницкий. За. Гайдамака. За. Дружинина. За. Ланеев. За. Орлов. За. Рыбаков. За. Савчин. За. Щетинин. За. За. Замечательно. Принимается единогласно. В таком случае объявляется перерыв для проведения тайного голосования. Анастасия Вячеславовна подскажет. Нам присланы для этого. Да, уже прислали. Спасибо. Переходите. А если у кого-то будут проблемы, то говорите вслух. Дмитрий Сергеевич и Анастасия Вячеславовна вам помогут. А, Лень, Веницкий, пришлите опять вот. Анастасия, можно Веницкому прислать на его адрес? Да, да, да. Евгений Борисович тоже переслать еще раз. Евгений Борисович. Ну, так же, как всем. Я думаю, что и всем будет полезно. Ну, кто был в прошлый раз. Ну, чтобы не запутаться. Евгений Борисович, тебе как удобнее? Спасибо. Анастасия Вячеславовна. Всем ли удалось проголосовать? Спасибо. 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 Так, проголосовали 8 из 12. Кто-то может подсказать, кому не удалось? Уже 9, Леонид Антонович. 9 из 12. 10 из 12. 10 из 12. Пока еще я не получил. Не получил? Нет, ну, добиваемся. Ага, хорошо. Просто они должны присылать подтверждение на другую почту, на которой мы сейчас сидим. И если Сергей Ильич, кто еще, кому еще не удалось проголосовать? Спасибо. 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 10 пока что. Значит не получается. Продолжение следует. Не, Лен, что-то не... Ну сейчас еще, подожди, еще что-то сможете. Мне он какой-то очень длинный адрес присылает. Это не страшно. Правильно, чтобы он был заглатываем. Да, у вас получилось, да? Да, все, получилось. Сейчас смотрите, должно быть в порядке. Итак, Анастасия Вячеславовна, что вы можете сказать? Итак, 11 из 12. Юлия Васильевна, я думаю, что вам можно приступать к исполнению. Спасибо, уважаемый председатель. В заседании диссертационного совета ПДС 0.001 по вопросу... Секунду. По вопросу о присуждении ученой степени физико-математических наук Дужину Василию Сергеевичу приняли участие 12 членов детсовета. В тайном голосовании проголосовало 10 из 12. Результаты тайного голосования за... Да, прошу прощения, в тайном голосовании проголосовало 11 из 12. Результаты тайного голосования за 11 человек, против нет. У меня все. Алло, виноват, виноват, я молчал. Итак, Севастьянов за Самойлов. Кулябов за Демидова за Венецкий за Гайдамака за Дружинина за Ланеев за Орлов. За Рыбаков за Савчин за Щетинин за Принято единогласно. Протокол утверждается единогласно. Теперь нам нужно принять заключение по рассмотренной диссертации. Сегодня или вчера, вечером, не помню, был разослан проект заключения членом диссертационного совета. Вы посмотрели, изучили, вероятно, у вас есть замечание или дополнение. Кто желает дополнить или сделать замечание? Пожалуйста. Бурное обсуждение. Судя по всему, дополнений и замечаний не имеются. В таком случае предлагаю голосовать за принятие текста заключения. Опять-таки, голосование открытое. Севастьянов за Самойлов за Кулябов за Демидова за Венецкий за Гайдамака за Дружинина за Ланеев за Орлов за Рыбаков за Савчин за Щетинин за Заключение принимается единогласно. Таким образом, диссертационный совет установил, что диссертация на соискании ученой степени кандидата физико-математических наук, представленная Дужиным Василием Сергеевичем, является научно-квалификационной работой, в которой содержится решение проблемы поиска диаграмм с большими и максимальными размерностями на первых миллионе десять в шестой уровнях графа Юнга и разработан эффективный метод вычисления по переходных вероятностей для центральных процессов на градуированных графах. Работа отвечает всем требованиям к диссертациям на соискании ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 05.13.18 Математическое моделирование численной методы и комплексов программ согласно пункту 2.2 раздела 2 «Положение о присуждении ученых степеней в Федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования Российском университете дружбы народов», утвержденном ученым советом РУДН протокол 12 от 23 сентября 2019 года. На основании тайного голосования дужину Василию Сергеевичу присуждается ученая степень кандидата физико-математических наук по специальности 05.13.18 «Математическое моделирование численной методы и комплексы программ». Есть ли у присутствующих замечания по ведению заседания? Если нет, то разрешите поздравить дужину Василия Сергеевича с успешной защитой диссертации и на этом закончить заседание. Поздравляем, Василий! Большое спасибо! И я благодарю всех участников этого заседания за то, что вы в предпраздничный день и даже вечер истратили свое время на такое благородное мероприятие. Спасибо и желаю всем и счастливого завершения этого года и счастливого будущего года. Всего доброго! До свидания! С Новым Годом всех! С Новым Годом! Спасибо! С Новым Годом! С Новым Годом! До свидания! До свидания!